Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит» На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев Кто такая Ванга? И можно ли доверять ее пророчествам? Когда мы говорим о Вангелии или о многих других знахарях, чародеях, гадателях, предсказателях будущего, которых достаточно много в наши дни, мы имеем дело с вполне определенной категорией духовных явлений. Эта категория представлена в Священном Писании очень ясно, еще в Ветхом Завете, и подтверждена в Новом Завете неоднократно. Эти люди по своему характеру являются или мошенниками, просто людьми, которые обманывают людей. Или же они являются представителями сил тьмы, то есть как-то связаны с демоническим миром, с дьяволом, со всем тем, что дьявол может предложить. По этой причине, конечно же, и в одном, и в другом случае с такими людьми не нужно иметь дело, и слушать их пророчеств, конечно же, не нужно. Если эти люди просто обманщики, просто манипулируют и говорят о том, что будет якобы, они чаще всего говорят в общих словах, настолько, насколько им нужно для того, чтобы произвести эффект, может быть, заработать что-то конкретное, или может быть, просто заработать или поддержать свой авторитет, то в этом случае мы просто обманываем сами себя, доверяясь таким людям. В случае же, если эти люди представители сил тьмы, то мы не только обманываем сами себя, а мы еще и вступаем в контакт с дьявольщиной, с демоническими явлениями. Конечно, Священное Писание достаточно конкретно об этом говорит, именно по этой причине. В Ветхом Завете очень ясная была категория, и сказано было евреям о том, что такой человек не должен был иметь места в обществе израильском. По простой причине, потому что он приносит в обществе израильское какую-то дьявольскую систему, которая построена на дьявольских ценностях и на контакте с дьяволом. В Новом Завете мы видим историю, очень интересную, в нескольких местах. Кстати, апостол Павел однажды в одном городе проповедует, и там была девушка, которая зарабатывала тем, что она предсказывала будущее, пророчество. И когда апостол Павел соприкоснулся с ней, он изгнал из нее бесы. И, кстати, после этого возникли проблемы, потому что люди, которым она принадлежала, она, скорее всего, была служанкой или рабыней, даже чьей-то, они зарабатывали на этом, и они, естественно, предъявили претензии, потому что заработок их закончился. В другом месте мы читаем историю, когда апостолы проповедуют, то огромное количество всех этих чародеев, они пришед, придя к Богу, приняв Иисуса Христа, они принесли все свои книги чародейские и сжигали их на площади, их там было очень много. То есть везде, где приходит благая весть, везде, где приходит учение о Боге, создателе неба и земли, везде, где приходит учение об Иисусе Христе, который примирил нас с Богом, во всех этих ситуациях абсолютно не остается места для подобных чародеев. К этому нужно добавить еще один фактор, что когда человек становится христианином, не только места нет для этого, но и нужды. Почему нет нужды в подобных предсказателях? Потому что мы точно знаем, что наше будущее в руках Божьих. Мы точно знаем, что через Иисуса Христа Бог стал нашим Отцом. Мы знаем, что Он заботится о нас. Более того, мы знаем, что Бог вне времени. И у Бога и вчера, и сегодня, и завтра это все единое сейчас. Поэтому вы можете ясно знать, что Бог, который был с вами вчера, Он уже с вами и завтра. Он уже позаботился о вашем завтра, каким бы он ни был. В этом преимущество настоящей веры. Настоящая вера – это не просто вопрос, который решает проблему вечности. Это вопрос, который решает проблему жизни. Это вопрос, который открывает нам перспективу надежды. Вот почему христиане по своей природе должны быть оптимистами. Потому что у них есть оптимистичный взгляд в будущее, основанный на том, что Бог стал их Отцом, что Бог их добрый пастырь, что Иисус Христос умер за них, что Он сейчас ходатайствует за нас у трона Божьего, что Он послал Духа Святого, который сегодня утешает нас, умудряет нас, ведет нас, поддерживает нас. И даже тогда, когда нам приходится проходить какие-то сложности, Дух Святой приносит нам свое утешение. Он дает нам силы для того, чтобы преодолевать. И Он точно написан, доведет нас до той финальной точки, когда мы встретимся с Иисусом Христом. Поэтому держитесь подальше от всяких ванг и ей подобных. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slowa.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slowa.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.